С момента, когда Kingsman заработал в прокате в пятеро больше, чем стоил, можно было ставить автомобиль против бутылки виски, что будет вторая серия. Тем более, что сюжет замечательного комикса Марка Миллера о Kingsman еще далеко не закончен. Марк когда-то писал такие замечательные вещи, как Судья Дредд, Флэш, Люди Икс, а Мэтью Вон, соответственно, помогал ему, был соавтором его комикса Kingsman. Вначале эта пара экспериментнула над графическим романом, и когда народу отлично зашло, Мэтью выпалил с главного калибра. Вышел Kingsman, секретная служба. Именно с ним я и буду сравнивать эту серию, потому что мне, здорово скучающему по-настоящему шпионскому боевику, от которого одновременно веет свежестью подхода и ностальгии по старому золотому Бонду, наконец-то дали что-то достойное. Во времена, когда даже сам 007 изменяет своим привычкам, отказывается от гаджетов. Мы видим, что мир лощеных джентльменов жив и прекрасно себя чувствует, особенно с этим джентльменом дают в руки их замечательные новые игрушки. А тут их полно, шпионские, смертоносные, дешевые, взрывные, дорогие, чистые, грязные, старые, добрые и новодел, и, конечно, сексуальные примочки. Когда нас даже в кино убеждают, что мир нынче уже не тот, и сейчас, возможно, только грязная игра, слоган этого фильма прямо бьет в сердце и радует, что он не изменился. Вдвойне приятно и неожиданно, что во второй части его подхватывают и в Америке. Когда нам говорят, что аристократизм выдыхается и явно противопоставляет ему банальный маскульт для простолюдинов, мы-то видим, что обаяние классического мужского, да и женского, че уж там, костюма вслед за Джеймсом Бондом, Итаном Хантом, да даже Стивеном Сигалом изящно подхватил Кингсмен. Некоторые моменты спокойно можно называть без пяти минут казино-роялем. Причем еще некоторые, особенно экшен, похоже, его превзошли. А сейчас, во время всеобщего поглощения соцсетями из-за сведки всего, что можно, вплоть до чем мы сегодня позавтракали, и что потом из этого завтрака получилось к вечеру, заявлять вот это... Имя джентльмена должно появляться в газетах трижды, когда он рождается, женится и умирает. Очень смелый шаг. Принцип Вона, с которым он ведет свое дело, вообще мне очень импонирует. Взрослый кинокомикс не только развлекает драками да погонями, но еще и втягивает самого взрослого зрителя, а не только его внутреннего ребенка. И первый фильм громко проговаривал прекрасную мысль, неважно, родился ли ты с... Серебряной ложкой в жопе, то был бы не хуже вас. Ты можешь стать джентльменом, если потянешь. Джентльменом можно стать. И еще одно замечательное. Аристократизм не гарантия ума. Так вот теперь Мэтью умудряется угодить нам еще сильнее. Воткнуть совершенно несерьезный фильм пару острых, а может вообще острейших вопросов в мире. Проблемы повсеместного глобального потребления наркотиков, уносящего миллионы жизней. И не слабый такой поджопник в сторону Белого дома. Состояние ментального здоровья теперешнего хозяина которого вызывает у многих серьезные опасения. Причем сделано это настолько просто и логично, что у меня, например, возникло желание забить на все косяки этого фильма и ограничиться простым перечислением плюсов. Но я, собственно, так ничего и не сказал о фильме. И справляюсь. Что ж, схема Fish Out of Water, то есть воспитания Экси, закончена. Он полноправный агент, и наметившийся наконец настоящей любовной линии с красивой принцессой, неотвратимо движется к свадьбе. Правда, по дороге не обходится без интересных историй по работе с красивым объектом. Объекты, кстати, играет Поппи Делевинь, сестра той самой Кары. Но все закручивается из-за главы наркокартеля, всесильной Поппи Джулианна Мур, у которой все настолько хорошо, что не хватает только одного – возможности попасть на первую строку Forbes. Она убирает с дороги мешающий Кингсмен и затевает интересную игру с президентом Америки. А оставшимся в живых малочисленным агентом Кингсмен приходится обратиться за помощью к своим кузенам из американского общества со схожим именем Стейтсмен. Всплывает, на радость всем, я думаю, и Гарри Харт, которого вроде бы довольно качественно пристрелили. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся и сбой. О, Господи! Охренеть! Правда, он немного изменился, но хватки не утратил. Дальше нас ждет все тот же увлекательный комедийный боевик с драйвовым экшеном, отключенными правилами физики, яркими актерами в кадре, включая аж самого Элтона Джона. Причем роль Сэру Джона обломился очень даже не маленькая, почти полноценная и очень абсурдно забавная. Что касается комедии и абсурда, абсурд здесь не мешает и нисколько не режет взгляд. Даже стреляющий портфель и явная отсылка в сторону Деспирада, даже водоплавающий автомобиль кивок в сторону Бонда, даже железная рука главного подручного злодейки, все вписывается в ритм, все в эстетике фильма. Причем настолько, что если бы в третьей серии ввели каких-нибудь Кейджи Бименов, секретное русское агентство, в котором дуэлируют на балалайках и, естественно, хлещут водку, то это в кои-то веки не смотрелось бы китчем, а только добавило бы градуса окружающему буйству. По аналогии со стейцменами, наших бы тоже назвали в честь традиционных русских напитков. Ну, например, агент Ёрш, Михаил Ефремов, агент Северное Сияние, Пореченков, агент Пивайсик, Охлобыстин, секретаря бы назвали в честь известного коктейля-отвертка, и это был бы Хабенский, ну а начальника, конечно же, звали бы Водка, Владимир Машков. Отличная компания, и платить им много не надо. Пора, правда, упомянуть и все, что мимо кассы. Вспомним газель, даму во всех смыслах выдающуюся, показавшую настоящий класс мастерства владения заточенными протезами и отдача себя делу. Без нее и фильм-то вспомнить не получается. Теперь ее заменили на нового подручного Чарли, знакомого нам по прошлой серии, просто никакого. Это явно неудачная подмена, на него неинтересно смотреть, он пресен, как кусок картона, да, собственно, и сама Джулианна Мур явно послабее Сэмюля Джексона. Тот выдавал действительно классного злодея, безумного, уверенного и харизматичного. Плюс, часто его появление на экране вызывало настоящий смех. Увы, подход Поппи другой. Это совершенно плоский и более грязный характер, если можно так сказать. Достаточно упомянуть ее слабость к каннибализму и категорическое неумение внушить к себе уважение зрителя. Дальше. Тот самый знаменитый юмор фильма, противопоставление тонких шуток и грубых посылов в канализационном стиле. Бог с ним, с Элтоном Джоном, обещающим провести персонажа Ферта через заднюю дверь. Элтон таким родился. Но упоминание разнообразных тяжелых шуток и даже не шуток ниже пояса явно перевесило чашу. Так что имейте это в виду. И вообще, в фильм попытались воткнуть все и сразу, отчего остается ощущение некоторой сумятицы. Псы-роботы, искусственный мастер татуажа, фестиваль Гластенбери, хиты 80-х, стиль Америки 50-х на камбоджийской земле, итальянские горнолыжные склоны, заплывы по лондонской канализации, ужин в шведской королевской семье, синее человечество в клетках драма, бабочки и много насилия. Эх, добавить бы сюда крепкую линию с парой неявных ходов, и был бы отличный фильм. А так он явно не дотягивает до первой части. И даже в плане боевки, две сцены из первого фильма в баре и церкви, так и остались непревзойденными образчиками эстетической драки. Это на годы, это можно и нужно пересматривать. Их ярость и оточенная мощь, поставленные и сняты отменно. К сожалению, ничего такого нам сегодня уже не дают. Лишь отдаленное подобие. Пора подбивать итоги. Идти и смотреть. Потому что интересно и захватывающе. Большинство актеров великолепны, а костюмы выше всяких похвал. Потому что картина прекрасно справляется с основным посылом комедийного боевика. Она легкая, веселая и бодрящая. Смотришь ее и напрочь забываешь о времени. Да и пара вопросов, о которых я говорил выше, задаваемых зрителю, очень уместны. Так что кино адресовано тем, кто любит квазижанровые картины и пародии с отсылками. Кому не притят сцены откровенного насилия, даже каннибализма и англоамериканского юмора, на грани. Идти и смотреть не раздумывая. Мне понравилось. Это Майкл. Как всегда, я не прощаюсь. Майкл.